Космические расстояния О методах Ну И дальше увидите все по дороге Я надеюсь, что Эта информация будет не очень сложной Ну точнее даже Пока я думаю, что она будет очень простой для всех Но дальше как пойдет На самом деле Все возможно Так вот Мы, как было бы логично Должны начать С себя С нашей Земли И нашей соседней Луны И поговорить о том, как мы Определили расстояние До Луны, например, размера Луны Да и размера самой Земли на самом деле И Возможно, некоторым из вас знакомы То, что, допустим То, что Земля шарообразная Люди признали довольно давно Ну не все люди Я понимаю, некоторые и сейчас думают, что Земля плоская Среди вас нет поклонников теории плоской Земли? Нет? Точно? Ну ладно Я поверю, что нет И Определение размеров Земли Оказалось доступным людям Еще более двух тысяч лет назад Вот эта прекрасная фотография Кстати, иллюстрирует Землю и Луну Можете попробовать догадаться Откуда сделана эта фотография Ну, из космоса Так, это хорошее начало Подробнее Вот Очевидно, что мы где-то довольно далеко от Земли За орбитой Луны находимся Еще можно из этого снимка догадаться Что мы где-то между Землей и Солнцем расположены Ну, наш космический аппарат, точнее Точный километр Вот нет Она находится между Землей и Луной, правда То есть орбита Луны намного дальше от Земли Чем геостационарная орбита в 42 тысячи километров Так что это за орбитой Луны должно быть И где-то между Землей и Солнцем Это из точки Лагранжа, которая между Солнцем и Землей Фотографию эту, по-моему, получил аппарат Discover Ну, ладно К чему я это? К измерению размеров Земли Вот сейчас мы можем посмотреть на эту фотографию Мы знаем, с какого она расстояния сделана И можем по видимому размеру Земли на этом снимке Спокойно определить ее размер Увидеть, что она широобразна Увидеть, во сколько раз Земля больше Луны и так далее Более двух тысяч лет назад Эротас Фен придумал, как сделать примерно то же самое Во всяком случае, с Землей, не летая в космос То, что Земля имеет форму шара Как я уже упомянул Было ему, к счастью, известно тогда И он придумал такую вещь Он заметил, что в день летнего солнцестояния Надеюсь, вам знакомо, что это тот день, когда Солнце находится в зените над северным тропиком И когда Солнце в максимальной северной точке относительно небесного экватора То этот день летнего солнцестояния Солнце бывает в зените над городом Сиена Это здесь изображено Вот лучи солнца светят прямо вертикально на этот город И в то же время в Александрии, где он жил Он мог определить, что в этот день солнце не находится в зените Соответственно, есть некоторый угол между направлением в зенит и направлением на солнце То есть даже в полдень солнца не будет в зените И он прекрасно это связал с тем, что земная поверхность имеет форму шара И как вы, я думаю, все сможете понять из этого чертежа Вот этот угол Фи равен вот этому углу Фи Он знал, какое расстояние между Сиеной и Александрией Мы сейчас знаем, что это примерно 800 километров Они тогда не знали, что такое километр, но измеряли расстояние в стадиях Мы сейчас не знаем, что такое стадия, но предполагаем, что это примерно 178 километров Метров Я не знаю, что такое стадия В общем, как выяснилось, но это не важно Мы поняли, что он определил вот этот угол Фи Под которым солнце светило относительно вертикального направления в Александрии Он понял, что этот угол равен вот этому углу между двумя радиусами Земли Направленными из центра Земли Один в Сиену, другой в Александрию Этот угол оказался примерно 7,5 градусов То есть 1,5 от 360 градусов Значит, он догадался, что расстояние в данном случае 800 километров Это 1,5 полной окружности Земли И получил неплохую оценку тому, чему равна окружность Земли Мы сейчас знаем, что это 40 тысяч километров примерно Он получил всего-то там на десяток процентов больше То есть это очень круто для времени около двух веков до нашей эры Вот так впервые смогли измерить размеры Земли Честно говоря, я не зря начал с того, что Эротосфен знал, что Земля шарообразная Потому что те же самые наблюдения могли бы привести к совсем другому выводу Если бы он думал, что Земля плоская Ну, посмотрите Вот правый случай То, что мы обсуждали только что Левый случай У нас есть плоская поверхность Земли Есть Солнце, которое находится не особо-то далеко от этой поверхности Соответственно, в разных точках Земли мы будем наблюдать, что солнечные лучи падают под разными углами к поверхности Но, к счастью, то, что Земля шарообразная, мы можем без труда заметить разными методами Это было доступно людям давным-давно, наверное Их очень много, этих методов Но парочку я вам перечислю, сейчас мы поймем, зачем Для начала Просто то, что мы видим горизонт И видим предметы, которые за горизонтом Вот таким особенным образом Мне очень нравится этот снимок с кораблями Где действительно видно, что от очень далеких кораблей мы видим только их макушки, мачты Ну, это не мачты, а уже какие-то другие строения на корабле На всякий случай вот эти подписи, например, 9,9 нанометров НМ — это морская миля, это не нанометр Здесь все в порядке с размерностью Итак И второе прекрасное свидетельство того, что Земля шарообразная Это, конечно, лунные затмения Вот эта фотография лунного затмения получена была в прошлом году Вот этими самыми руками В прошлом году летом было шикарное лунное затмение Которое... Кстати, кто из вас видел это лунное затмение? Поднимите руку У нас... Ну, нас довольно много для среднестатистического процента людей Ну, в Москве оно, к сожалению, не было видно А те, кто оказался из-за облачности А те, кто оказался не в Москве Вам повезло И здесь заметно, что край земной тени Он имеет форму дуги Если мы сейчас в современном обществе Можем сделать несколько фотографий лунного затмения В разные моменты времени Собрать их вот в такой калаш И мы более наглядно увидим форму земной тени И люди, наблюдая это еще более двух тысяч лет назад Опять же, понимали, что эта тень Это именно земная тень И именно в нее попадает луна И они видели, что она всегда круглой формы Значит, ее отбрасывает шар Это довольно логично И следующее, что мы можем сделать с помощью этого Можем определить размеры луны И это не так уж сложно Да, еще одно маленькое замечание Люди, к тому же, в то время хорошо понимали Что солнце очень далеко от земли Намного дальше, чем размеры земного шара И что солнце, видимо, больше, чем земля по размеру И вот мы понимаем, что есть земная тень И есть вокруг нее полутень Из-за того, что солнце это не точечный источник света Мы видим тень и полутень вокруг нее И мы понимаем, что тень-то она немного меньше, чем размер земли А полутень немного больше Значит, размер земли, вот он, пунктирной линией обозначен И люди еще тогда увидели, что, соответственно, Луна по размеру где-то в 3-4 раза меньше, чем Земля. А судя именно по размеру земной тени, в которую входит Луна. Вот значит, нам стало понятно, какого размера Луна. Сейчас мы знаем, что соотношение диаметров Земли и Луны примерно 3,6. Так что люди тоже довольно неплохо осознали, какого размера Луна. Как определить расстояние до Луны, зная все это? Это вам надо бы задание, хорошо? Что мы знаем, соответственно, мы поняли. Мы знаем размеры Луны, реальные размеры, потому что мы уже измерили, какого размера Земля, и мы уже поняли, во сколько раз меньше Луна. Знаем реальные размеры Луны и знаем, какого визуального размера она на небе. Визуальный размер Луны – это половина углового градуса. На всякий случай, что я имею в виду, когда говорю визуальный размер, я могу на верхний край Луны направить один луч, палку просто направлю туда, и на нижний край Луны направить вторую палку. Я измерю угол между этими палками. Это и будет угловой размер Луны. Вот он равен половине углового градуса. Ну, дальше, я надеюсь, многие догадались, как измерить расстояние до Луны. Кто не догадался, дома подумайте. Какой следующий слайд, интересно? А, этот я хотел убрать из презентации, но раз он здесь, то давайте обсудим и его. Еще тоже 2000 лет назад люди придумали прикольный метод, как можно измерить расстояние до Солнца. Сейчас мы знаем, что это расстояние примерно в 400 раз больше, чем расстояние до Луны. И поэтому мы сейчас как раз понимаем, что этот метод не особо-то действенный. Но люди понимали, что когда мы наблюдаем Луну вот такой, фазы первой четверти, значит, Луна сейчас справа освещена солнечными лучами, и мы видим ровно половину Луны освещенной. Соответственно, направление Солнца на Луну и направление Земли на Луну, вот здесь, составляют угол в 90 градусов. Если мы каким-нибудь образом сможем точно понять вот тот самый момент, когда у нас Луна ровно наполовину освещена, точнее, ее видимая сторона ровно наполовину освещена, и сможем в этот момент каким-то образом очень точно измерить вот этот угол между направлением на Луну с Земли и на Солнце с Земли, мы узнаем все параметры вот этого треугольника. Потому что нам будет известно два его угла, этот прямой, а этот мы измерим, и мы уже определили расстояние между Землей и Луной, так что и одну сторону мы тоже знаем. Прекрасно. И значит, мы сможем понять, какое расстояние между Солнцем и Луной или между Солнцем и Землей. Вот, как мы сейчас понимаем, этот треугольник очень вытянутый, потому что, да, расстояние до Солнца в 400 раз больше, чем расстояние до Луны, поэтому вот то, насколько отличается этот угол А от 90 градусов, надо было измерить невероятно точно, чтобы что-то хорошее получилось из этого метода. Вот поэтому у людей ничего не получилось тогда, 2000 лет назад. Нет, что-то получилось. Они выяснили, что Солнце как минимум в 20 раз дальше от Земли, чем Луна. Ну, как бы тоже неплохое наблюдение, но недостаточно точное, конечно, как мы сейчас понимаем. Так, ну вот мы немного поговорили о расстояниях совсем близких к нам объектов. Теперь давайте двигаться немножко дальше. У нас есть еще куча объектов Солнечной системы, до которых расстояния сейчас нам тоже прекрасно известны. Ну, давайте разбираться, как мы до этого дошли. Вот примерно в конце 16 века, когда жил Иоганн Кеплер, он сформулировал свои прекрасные законы движения космических тел, движения планет Солнечной системы, точнее, правильнее сказать пока. Он сформулировал три закона. Наверное, некоторым из вас они известны, но я на всякий случай их повторю. Во-первых, все планеты вокруг Солнца движутся по эллиптическим орбитам. Если какая-то планета движется по окружности, это не противоречит первому закону Кеплера, потому что окружность — это частный случай эллипса. Все нормально. Ну, и если это все-таки не окружность, а какой-то другой эллипс, то в одном из фокусов этого эллипса находится Солнце. Ни у одной планеты, конечно, нет вот такого сильно вытянутого эллипса. У нас в Солнечной системе нет. У всех они намного больше похожи на окружности. Но некоторые астероиды, и тем более кометы, как вы уже знаете из прошлой лекции, двигаются по очень вытянутым эллиптическим траекториям. И второй закон Кеплера при этом гласит, что скорость движения планеты вокруг Солнца меняется. И вот здесь ближе всего к Солнцу она летит с большей скоростью, здесь с меньшей скоростью. Кстати, эти сектора, которые закрашиваются на анимации, они как раз иллюстрируют то, как меняется скорость. И до этого тоже дошел Кеплер. Он понимал, что, допустим, вот этот отрезок и вот этот отрезок, сейчас они еще раз возникнут, вот этот и вот этот, допустим, планета проходит за одинаковое время, если вот эта синяя площадь и вот эта синяя площадь закрашенные равны. То есть за одинаковое время планета заметает одинаковую площадь этого эллипса своим движением. Как он до этого додумался, я понятия не имею. Потому что закон тяготения еще не был известен людям. Как работает гравитация, мы до сих пор не понимаем. А что было в распоряжении Аганна Кеплера, так это те таблицы, которые многими-многими десятками лет, как минимум, если мы говорим про таблицы наблюдений Тихо-Браги, например, а то и несколькими сотнями лет накапливались несколькими поколениями астрономов, где мы просто имели кучу наблюдений за положением планет, которые менялись изо дня в день. И вот исходя из этих огромных, но очень однообразных наблюдений, Кеплер сформулировал свои законы. Но нас больше сейчас интересует третий закон Кеплера, для которого нам понадобится по-другому немножко эллипс, скорее всего, нарисовать и ввести вот такое расстояние А, которое мы будем называть большая полуось этого эллипса. Ну, большая полуось довольно логично звучит. Есть большая ось, вот самая длинная, что можно провести через эллипс. Это половина большой оси. Если у нас планета вращается примерно по круговой орбите, ну, про Землю мы можем так сказать, например, то мы можем называть большую полуось орбита, радиус этой орбиты, можем сказать, что это одно и то же. Ну и Кеплер сформулировал, как период оборота планеты вокруг Солнца связан с размерами ее орбиты, вот именно с этим параметром большая полуось. Вот такой закон у Кеплера получился. Нам важно, что в этом законе фигурируют сразу две планеты. Планета номер один и планета номер два. Соответственно, тут индексы. Период первый, период второй. И большая полуось первая и вторая. Квадраты периодов относятся как кубы больших полуосей. Вообще в школе проходит этот закон, так что я надеюсь, что он вам почти всем известен, кто его не забыл. Если мы в качестве второй планеты выберем Землю, что нам будет довольно удобно, то мы этот закон очень сильно упростим, потому что у Земли мы можем взять период за единицу, один год, а большую полуось орбита тоже за единицу. Одна астрономическая единица, так как раз мы называем среднее расстояние между Землей и Солнцем. Тогда у нас в знаменателе везде останутся единицы, и этот закон превратится вот в такую штуку. Прекрасно. Мы теперь связали периоды обращения всех планет с их большими полуосями. И так как периоды оборота планет, мы можем очень точно определить, потому что у нас уже есть таблицы, которые веками вели астрономы, и мы знаем, с каким периодом каждая планета обращается вокруг Солнца. А, ну ладно, не каждый. Уран и Нептун еще не были известны, правда? Это еще до изобретения телескопов все происходит. Но, да, для известных планет мы можем связать период с большой полуосью, соответственно, понять, насколько большие у них орбиты и какие расстояния между Солнцем и этими планетами, и между Землей и этими планетами. Но одно условие. Мы взяли расстояние между Землей и Солнцем за единицу. Мы обозвали его одна астрономическая единица. И его-то мы не знаем до сих пор. Да, 2000 лет назад его попытались определить, но 500 лет назад все еще не достигли успеха большого в этом. Так что мы поняли, какие относительные расстояния между планетами и Солнцем, если выразим их через расстояние между Солнцем и Землей. Ну, а как определить вот эту астрономическую единицу? Теперь, когда мы знаем все относительные расстояния, нам достаточно узнать, ну, хоть что-нибудь. Расстояние между Землей и Марсом, например. Расстояние между Землей и Венерой. Или расстояние между Солнцем и Венерой. И вот если мы хоть одну из этих вещей узнаем, то для нас все станет прекрасно. Мы сможем дальше рассчитать все остальные расстояния в километрах, в метрах, в чем мы захотим. Ну, и тут еще в 17 веке людям пришла в голову такая мысль, что мы можем измерить параллакс какой-нибудь из близких к Земле планет. Венеры или Марса. Теперь надо сказать, что такое параллакс. Пока я не показал следующий слайд, давайте попробуем, не пользуясь им, это выяснить. Опять же, я надеюсь, что некоторым из вас известно, что такое параллакс, кому неизвестно, я вам рекомендую провести такой эксперимент, выставить вперед свой палец или презентатор, у кого он тоже есть, и посмотреть на него то левым глазом, то правым глазом по очереди. Не стесняйтесь, попробуйте все сделать это, и вы увидите, что вы наблюдаете свой палец на фоне различных далеких предметов. То есть он то влево, то вправо как будто перемещается, когда мы смотрим разными глазами. При этом, чем ближе будет наш палец к нашим глазам, тем сильнее будет это визуальное смещение. Вот так по-простому можно самим увидеть эффект параллакса. Близкие объекты визуально перемещаются относительно далеких в зависимости от точки наблюдения. Вот левым глазом или правым мы смотрим. Естественно, мы здесь сталкиваемся с расстояниями гигантскими между планетами и Землей, поэтому нам нужны две точки наблюдения, выбрать очень удаленные друг от друга. Ну, люди подумали, надеемся, нам хватит размеров Земли. Значит, одного астронома мы поместим в Париже, а другого астронома мы поместим в какой-нибудь французской колонии. Например, в Южной Америке, во французской Гвиане, в ее столице Каене. Вот эти две точки, и мы из этих двух точек будем наблюдать за Марсом. Желательно сделать это наблюдение с Марсом, когда он будет поближе к Земле. Это называется противостоянием Марса. Бывают великие противостояния Марса, когда он особенно близкий к Земле. Как мы сейчас знаем, до него расстояние около 55-60 миллионов километров во время великого противостояния. До Луны, на всякий случай, примерно 400 тысяч километров, то есть уже несоизмеримо больше до Марса, но в 17 веке люди смогли с помощью телескопов, конечно, провести вот эти наблюдения и определить расстояние между Землей и Марсом с достаточно большой точностью. Ну, с точностью до десятка процентов. Да, до одного десятка процентов. Это было потрясающе. Вот я сегодня взял и сделал два скриншота из программы Stellarium, которая показывает, моделирует звездное небо. Правда, я не стал переноситься в 17 век в Париж и в Гавиану, просто взял две рандомные точки на Земле и примерно прошлое лето, когда было великое противостояние Марса. Ну вот, вы можете видеть положение Марса относительно какой-то далекой звезды. И видите, что на этих двух скриншотах положение Марса немного отличается. Это соответствует реальной картине, которую мы увидим в телескопе с двух этих точек на Земле. Я там выбрал что-то типа на севере в Норвегии и на юге в ЮАР. И вот такая разница видна. Так что это действительно могли заметить люди с появлением, в принципе, первых телескопов, и они это сделали. Они провели такие измерения и узнали, насколько далеко Марс. А после этого можно было действительно выстроить масштабную линейку всех расстояний в Солнечной системе, используя то, что мы до этого обсудили, законы Кеплера. Вот такая прекрасная вещь. Еще более точно были измерены расстояния в Солнечной системе благодаря измерению параллакса Венера во время таких явлений, как прохождение Венера по диску Солнца. Но про это я решил подробно не рассказывать сейчас. А кому интересно, вы можете вполне почитать об этом потом когда-нибудь. Еще Эдмун Галей, который, кстати, классно связан с предыдущей лекцией, который, в принципе, предсказал периодичность комет, Эдмун Галей, как раз придумал также вот этот способ определения параллакса Венеры. Ну а прохождение Венеры по диску Солнца, вот, например, такая фотография. Вот Венера у нас. Это солнечные пятна. В этом веке было уже два прохождения Венеры по диску Солнца в 2004 году и в 2012. И больше не будет. Более теперь в следующем веке будут. Они сейчас наступают такими парами. И между этими парами огромный промежуток времени около 100 лет. Так. О, кстати, да. Этот метод праллаксов мы используем на Земле. Вы все видели наверняка таких людей, которые смотрят в разные штуки. Особенно настройки таких много. И они как раз занимаются примерно тем же. Они измеряют расстояние от определенных опорных точек до каких-то далеких объектов на поверхности Земли. Ну вот здесь просто это показано. Если мы установим вот этот прибор по очереди в две точки, или если мы возьмем два таких прибора, то мы сможем определить параметры вот этого треугольника, зная расстояние между этими точками, зная вот эти два угла, мы определим, насколько далеко от нас дерево. Хотя оно для нас недоступно. Так же, как для людей в 17 веке были недоступны планеты Солнечной системы. Ну, для нас, конечно, доступно это дерево. Мы можем переплыть реку, но, допустим, мы не хотим. И всю Землю вообще-то к современному моменту измерили именно таким методом, геодезическим методом, можно сказать, или методом триангуляции. По всей Земле, да, это выглядит примерно так. То есть, опять же, мы должны взять вот здесь, например, и вот здесь две исходные точки. И дальше мы можем от них измерять расстояние до разных других точек и вот такой цепочкой создать паутину по всей поверхности Земли и промерить все-все-все расстояния до Земли и очень точно измерить всю Землю. Ну, для этого нужно в каждой из вот этих точек и не только в первых двух, но и в последующих устанавливать вот такие штуки, например. Это триангуляционные вышки, которые вы наверняка видели в разных местах нашей страны. Видели? Не все, по-моему, видели. Ну, присматривайтесь, их много. Ну, сейчас уже не так много, сейчас посносили половину, а вообще было еще больше. И этот же метод триангуляции мы догадались использовать для определения расстояния до ближайших звезд. Вот, как для нашего пальца мы только что использовали два наших глаза, для определения расстояния до Марса мы использовали две разных точки на поверхности Земли. И я думаю, вы все понимаете, что все звезды, кроме Солнца, настолько далеко от нас, что и этого не хватит, потому что их смещение будет ничтожно малое, даже если мы из одного континента переедем в другой, наблюдая эту звезду. Но, если мы придумаем наблюдать сегодня, а потом через полгода, когда Земля окажется в совсем другой точке своей орбиты, то мы сможем намного большее паралактическое смещение увидеть, и это дает нам шансы действительно измерить расстояние до других звезд. Вот схематичный пример. Кстати, если вам вот прямо сейчас что-то непонятно про этот метод параллаксов, вы должны спросить об этом прямо сейчас. Подняв руку. Либо всем ничего непонятно, либо... Все понятно. Точно? Ну, хорошо. Поверю вам. В любом случае, расстояние до звезд опять же, намного порядков больше, чем размер земной орбиты. Поэтому даже таким методом нам будет проблематично увидеть смещение звезды, даже если мы смотрим сейчас и через полгода. Но где-то к середине 19 века мы научились измерять такие небольшие смещения, научились измерять действительно расстояние до более-менее близких, ну, все равно далеких, но относительно близких к Солнцу звезд. И тут нужно ввести такую единицу измерения расстояния, как раз, как парсек. Если мы оказались в какой-то точке вот этой вот, рядом с какой-нибудь звездой, например, ну или нет, или просто в какой-то точке космоса, и смотрим оттуда на Землю, и видим Солнце рядом с Землю, и видим, что визуально между ними расстояние в одну угловую секунду. Это так же, как с размером Луны, визуальный размер Луны, я говорил, половина углового градуса, тут намного меньше, тут расстояние между Землей и Луной одна угловая секунда всего. Вот как раз это соответствует тому, что мы, переместившись на расстояние в одну астрономическую единицу, в радиус земной орбиты, увидим вот это смещение звезды на одну угловую секунду относительно очень далеких звезд. Вот если расстояние у нас соответствует, потому что мы видим земную орбиту, ее радиус, размера одна угловая секунда, то расстояние до этой далекой звезды у нас будет равно одному парсеку. Собственно, так это слово и образовалось, параллакс секунды. И да, параллакс, когда мы говорим параллакс, это не весь вот этот угол, а его половинка. Идеально измерять параллакс, если мы выберем вот эти две точки наблюдения, одну и через полгода, так, чтобы вот этот отрезок, который их соединяет, был перпендикулярен к направлению на звезду. Если вы немножко так вообразите себе трехмерное пространство, хотя зачем его воображать, мы и так в нем, да, но все равно придется вообразить, то вы сможете догадаться, что какую бы звезду на ней мы не выбрали, мы в любом случае сможем найти такие две точки на земной орбите, отрезок между которыми будет перпендикулярен к направлению на эту звезду. Но только это будут разные точки для разных звезд. И параллаксом мы называем половинку этого большого угла, то есть, допустим, угол, если бы мы Солнце наблюдали из Земли. Ну ладно, это не суть. Дальше становится понятно, что чем дальше от нас звезда, тем меньше будет вот этот угол, и тем меньше будет ее параллактическое смещение в течение года, в течение оборота Земли вокруг Солнца. И надо вам сказать, что нет ни одной звезды на расстоянии 1 парсек от Земли и от Солнца. Все далекие звезды дальше, чем 1 парсек. Ну, не все намного. Допустим, ближайшая к Солнцу звезда это Проксима Центавра и до нее немного больше, чем 1 парсек. Сейчас посмотрим, но на... А, то есть, да, у всех звезд это параллактическое смещение меньше одной угловой секунды получается. Но мы научились это измерять и еще, да, больше полутора веков назад неплохо промели расстояние до относительно близких звезд. Сейчас мы можем намного дальше. Скоро покажу, как. Пока... Ого! Это видео, которое не работает. Ну и ладно. Оно было не очень хорошим, так что ничего страшного. Как раз вот это звезды, которые находятся в окрестностях Солнца. Вот, например, Альфа Центавра. Это система из трех звезд, где находится Проксима Центавра как раз. Ну, остальные звезды еще дальше. Здесь вот шкала есть. Один парсек, два парсека, три парсека. Вот такие довольно близкие окрестности Солнца. То, что еще дальше, мы, конечно, сейчас можем мерить тоже методом параваксов. Ну, например, те звезды, которые мы видим глазом на небе, они, почти все эти звезды, которые видны глазом, они влезают вот в этот маленький красный кружочек. А это, соответственно, схематичное изображение нашей всей галактики. Современными методами мы научились измерять расстояние до самых далеких звезд нашей галактики. именно методом паравакса научились. Потому что вот этот аппарат Гая как раз где-то, ну, уже полгода назад где-то вышел второй релиз данных с Гая. И там точности измерения параваксов около 30 микросекунд. Ну, это очень круто. Соответственно, мы измеряем расстояние аж до... Скольких? До 30 тысяч парсек. Таким образом мы можем, мы примерно можем до 30 тысяч парсек промерить расстояние. Да, это соответствует размерам нашей галактики. Это даже больше. Так что не всегда с очень высокой точностью, но мы таким методом умеем измерять расстояние сейчас до любой звезды нашей галактики, которую мы более-менее ярко видим. Но дальше нам нужно что-то новое. Если мы хотим измерять и еще большее расстояние, нам нужны другие методы. И вот мы практически всю эту первую часть говорили про методы геометрические, именно геометрические методы измерения расстояний. А вторая часть, которая будет раза в два короче, чем первая, посвящена методу стандартных свечей. Причем здесь аллея с фонарями. Но мы можем считать, что все эти фонари одинаковые. Как раз Москва стремится становиться лучше. делают красивое освещение и все дела. Если мы наблюдаем фонарь, который близко к нам, он, естественно, будет ярче, а те, которые вдалеке от нас, будут выглядеть тусклее. Но мы знаем, что по мощности излучения они все одинаковые. Дальше мы, измеряя яркость, именно видимую яркость этих фонарей, можем сопоставить, какой из них ближе к нам и какой дальше, и во сколько раз. Один ближе, во сколько раз другой дальше. Наверное, вы помните, что при увеличении расстояния в n раз яркость объекта падает в n квадрат. Закон обратных квадратов. Значит, если фонарь отнести от нас в 10 раз дальше, он станет в 100 раз тусклее. И это мы можем измерять в случае не только с фонарями, но и с любыми объектами, у которых мы знаем мощность излучения. Или, как это чаще называют астрономы, знаем их светимость. Ну, не все объекты могут похвастаться тем, что мы знаем их светимость. Если мы возьмем какую-нибудь рандомную звезду в нашей галактике, нам будет довольно сложно определить, вот какая у нее именно мощность излучения. Но астрономы придумали, для каких объектов мы можем это узнать. Первое — это цифииды, переменные звезды. Называются они цифидами, потому что первая такая звезда была открыта в созвездии цифей. Это дельта-цефея. А переменные они, потому что они меняют свою яркость. Меняют свою яркость они определенным способом. Переменных звезд вообще много разных, но в случае с цифиидами они пульсируют. Значит, они увеличиваются в размерах, уменьшаются в размерах. Когда они, кстати, ярче, когда увеличиваются или когда уменьшаются? Ну да, вопрос с подвохом же должен быть. Значит, большая звезда тусклая, а когда уменьшается, становится ярче. Почему? Потому что при сжатии этой цифииды температура возрастает, и из-за этого именно она ярче становится. Да, она и в размере уменьшается, конечно, зато температура растет, яркость тоже растет при этом. Люди, наблюдая такие цифииды, обнаружили, что почему-то некоторые из них медленнее меняют свою яркость, некоторые быстрее. И среднестатистически оказалось, что те, которые медленнее меняют свою яркость, у которых период больше, это более яркие звезды. С коротким периодом менее яркие. Вот смотрите, эта кривая, это как раз изменение яркости цифиида. Если мы много таких периодов изменения пронаблюдаем, мы сможем без проблем определить, какой длины вот этот период пульсации цифиида. Заметили это вообще случайно? Значит, вот эту связь именно между яркостью звезды и ее периодом пульсации. Заметили, когда наблюдали... Сейчас вот сюда сначала посмотрим. Когда наблюдали цифииды в шаровых звездных скоплениях. Вот сейчас вы внимательно смотритесь в эту анимацию и заметите, во-первых, что это анимация, а во-вторых, что там меняется яркость некоторых звезд. Видно это? Причем таких довольно порядком тут много. Мы знаем, что они в звездном скоплении находятся, то есть они все на одинаковом расстоянии от нас. И значит, если какая-то из них выглядит ярче другой, значит, она действительно ярче другой. И вот в таких скоплениях увидели, что да, действительно, период цифиида, период пульсации связан с ее яркостью. И установили вот такую зависимость, период светимость. Здесь на графике логарифмическая зависимость, то есть шкалы логарифмические у нас. Это шкала звездных величин, она сама по себе логарифмическая, а здесь алгоритм периода отложен. Конечно, здесь они не очень ровно ложатся на одну линию, но что поделать. И, соответственно, мы просто, увидев период пульсации цифииды, можем более-менее точно определить, какая у нее средняя яркость. А дальше, какая средняя светимость, точнее. А дальше, видя яркость, именно визуальную яркость на небе, мы можем определить, рассчитать, какое до нее расстояние. Вот такие цифииды мы можем назвать стандартными свечами. И с помощью них мы можем, опять же, измерить расстояние дальше, чем по параллаксам. Потому что цифииды сами по себе довольно яркие звезды. Это в основном гиганты, это яркие, большие, крупные звезды. Еще когда параллаксами мы умели мерить расстояние только до ближайших звезд. По цифиидам мы научились измерять расстояние вот до этих далеких шаровых звездных скоплений и, в принципе, до окраин нашей галактики практически. А когда мы живем в современном мире, и мы и параллаксами можем измерить такие большие расстояния, мы можем по цифиидам сейчас определять расстояние до других галактик. И это, вообще-то, впервые сделали примерно 100 лет назад. И сейчас будет следующий слайд. О! Вот это скан фотопластинки, на которой видна галактика Андромеды. Ну, здесь, точнее, видно ядро галактики Андромеды. Не очень понятно на таком снимке, что это она, вообще-то. Но я вам недаром говорю, что это галактика Андромеды. И вот здесь в прямоугольнике отмечено положение самой первой цифииды, которая была там найдена. То есть, это цифииды, которые находятся именно в самой галактике Андромеды. И когда ее только нашли, еще не называли галактику Андромеды так, как ее сейчас называю, потому что никто тогда не думал, что есть другие галактики, кроме нашего Млечного Пути. И вообще считалось, в основном считалось, что эти туманности, которые мы видим на небе, они в нашем Млечном Пути. И вот во многом как раз обнаружение цифиид в галактике Андромеды и в некоторых других ближайших галактиках нас привело вообще к пониманию того, что это именно галактики, что они, во-первых, очень далеко от нас, а во-вторых, к тому, что это огромные объекты, состоящие также из миллиардов звезд, как и наш Млечный Путь. Вот это такая небольшая или даже большая революция в нашем представлении о Вселенной произошла около 20 лет назад всего лишь. И мы тогда научились мерить расстояние до других галактик. Не очень точно. Сейчас можем точнее. Вот мы знаем, что галактика Андромеды – это ближайшая крупная галактика. И если мы не считаем всякие спутники Млечного Пути, карликовые галактики, то вот Андромеда ближайшая к нам. И до нее расстояние около 700 тысяч парсек. Помните, да, что такое парсек? Это когда у нас параллакс одна секунда. Вы можете теперь прикинуть, какой параллакс галактики Андромеды. И мы понимаем, что пока мы такой параллакс не можем наблюдать. Это очень малое параллактическое смещение. Анимацию с эфиидой я вам не показал. Вот это та же самая звездочка, которая отмечена здесь в прямоугольнике, только это анимация из кадров телескопа Хаббл. Поэтому она современная. И здесь хорошо видно, как она меняет свою яркость. Вот так мы можем себе представить местную группу галактик. Млечный Путь здесь, Галактика Андромеда здесь, и еще большая галактика, относительно большая галактика в треугольнике есть. При этом стоит понимать, что и вокруг нашей галактики, и вокруг галактики Андромеда вращаются десятки мелких галактик-спутников. Не все из них здесь изображены. Ну и это все. Вот я сказал, здесь дистанция 700 тысяч парсек. Если мы еще дальше, грубо говоря, увеличим поле зрения, вот мы поймем, что где-то здесь местная группа галактик. Мы на окраине вот этого большого скопления галактик в Деве. Почему скопление галактик в Деве? Потому что как раз в направлении на созвездие Дева оно видно. То есть если мы отсюда смотрим, где-то здесь в этом направлении у нас видно созвездие Дева на небе, и в этом же направлении находятся эти галактики. Мы это скопление можем сфотографировать. Вот так красиво. Это на самом деле одна из... Ну вот фотографии этого места, точнее. Это одни из моих любимых фотографий галактик, потому что здесь видны те галактики, которые действительно можно наблюдать в любительские телескопы. Причем их здесь много сразу. Вот эта цепочка из нескольких галактик называется цепочка Маркаряна. Вот эта галактика называется М-87. Чем она известна? Тем как раз, что сегодня была пресс-конференция именно по поводу того, что в центре этой галактики получили изображение черной дыры, которая в центре этой галактики, точнее. И да, это вы видели. Почти все, как выяснилось. Хорошо. А если мы сфотографируем еще более далекие объекты, вот это то, что называется сверхглубокие поля галактик. То, что... Эта конкретно фотография получена телескопом Хаббл с очень длинной выдержкой, когда мы видим прямо наиболее далекие объекты, которые нам доступны для наблюдения практически, до которых несколько миллиардов парсек. И тут, откуда мы знаем расстояние до них? Вот в этих пятнышках мы уже не видим отдельных звезд. Мы не разберем, где там цифеиды. Для нас все свечение звезд в этой галактике сливается вот в такое одно пятно. Так что, увы, наш метод определения по переменным звездам цифеидам теперь уже не работает. Но мы откуда-то знаем, какие расстояния не до всех, но до некоторых из этих далеких галактик. Тут мы использовали еще одни стандартные свечи. Там нельзя видео включить как-нибудь? Или оно совсем не работает? О, просто очень медленно. Ну ладно, значит у нас будет время проследить за всем, что тут происходит. К сожалению, тут не очень много интересных процессов будет по ходу дела. Вот это белый карлик. И это какая-то звезда. Допустим, красный гигант, так будет проще. Это двойная система, где они вращаются вокруг общего центра масс. И в некоторый момент, если у нас красный гигант превышает определенные размеры, то с него вещество начинает перетекать на белый карлик. После того, как белый карлик наберет порядочную массу... Так, оно не должно было закончиться сейчас. Ну ладно, придется еще раз посмотреть. Как раз пока рассказывать буду. Да, белый карлик набирает массу в результате этого. И если он превосходит по массе предел Чандар-Сикара, это предел между белым карликом и нейтронной звездой, чуть меньше полутора солнечных масс, то происходит термоядерный взрыв. Белый карлик, видимо, превращается в нейтронную звезду при этом. И этот взрыв очень мощный, и его можно наблюдать с огромных расстояний. То есть в далеких-далеких галактиках мы такие взрывы будем видеть, если они там происходят. Они называются... Так, мы не досмотрим, видимо, ну ладно, там как раз взрыв должен быть в конце, но ничего страшного. Обойдемся без него. Вот эти взрывы, значит, видны издалека, и очень хорошо, что они все примерно одинаковой мощности. Потому что я вот сказал, что определенная масса накопилась на белом карлике. У всех одинаковая должна накопиться, там 1,44 от массы Солнца. И, соответственно, мощность этого взрыва тоже одинаковая. Ну, есть там нюансы, но я не буду сейчас вдаваться в эти детали. Но мы можем взять такие взрывы тоже за стандартные свечи. Мы знаем мощность этих взрывов, и потому, насколько яркими они видны в итоге на нашем небе, мы можем понимать, какие расстояния до них. И вот когда мы такие сверхновые типа 1А наблюдаем в далеких галактиках, мы можем определить расстояние до этой галактики, где наблюдается эта вспышка сверхновой. Да, конечно, кроме 1А бывают и другие. Иначе бы мы их просто называли сверхновыми, но 1А — это один из типов как раз, которые связаны с акрецией вещества на белый карлик. А другие взрывы сверхновых, связанные с коллапсом ядра, они уже не могут считаться стандартными свечами. Но здесь, для примера, в галактике М82, которая в Большой Медведице находится, это, кстати, тоже красивая очень галактика, можно небольшие любительские телескопы рассматривать. Вот вспышка сверхновая в 2014 году. Допустим, да, это до вспышки, вот это после вспышки. Вот здесь видно эту, ну, вновь появившуюся звездышку. Конечно, она не новая, как мы сейчас понимаем. Это какой-то белый карлик взорвался, но выглядит это как будто новая звезда. Отсюда и название, собственно, сверхновое. И, в принципе, в одной конкретно взятой галактике такое происходит нечасто, может быть, раз в несколько сотен лет. Но так как мы наблюдаем триллионы галактик, сейчас мы каждый год регистрируем несколько тысяч вспышек сверхновых по всему небу. Поэтому мы можем таким образом очень активно промерять расстояние до разных-разных галактик. И вот примеры наблюдения таких вспышек в очень далеких галактиках. Это, опять же, снимки телескопа Хаббл. Сверху разные три разных галактики до вспышки сверхновой в них, а вот уже сами вспышки. Они прекрасно видны на снимках телескопа Хаббл. Мы можем измерить их видимую яркость и можем определить расстояние до этих галактик. Таким образом, мы поговорили, в принципе, о двух кардинально разных методах измерения расстояний. Первый был геометрический метод, параллаксов, можно так его назвать. И мы увидели, что он применяется много где. И в измерении расстояния в Солнечной системе, и в измерении расстояния до звезд нашей галактики. Ну и сами методы измерения размеров Земли и Луны, их тоже можно отнести к геометрическим методам. А во-вторых, мы поговорили про такой чисто физический, визуальный даже, ну не визуальный, конечно, а оптический метод, метод стандартных свечей. Ну, вспышки сверхновых, как мы выяснили, дело в конкретно взятой галактике редкое. Вот в нашей галактике уже, во всяком случае, не видно было ни одной вспышки сверхновой за последние примерно 400 лет. В 1604 году, по-моему, была последняя. Но, может быть, нам повезет. Созвездие, которое, наверное, вы знаете. Здесь есть звезда, которая современным школьникам известна, наверное, больше всех остальных. Ну, если солнце не считать, это Бетельгейза, которая, как мы знаем, довольно скоро должна совершить взрыв. Насколько скоро, мы точно не знаем. Это в ближайшую тысячу лет должно произойти, а дальше уже все рандомно достаточно. Может быть, завтра, может быть, через сто лет, может, через тысячу. Ну, будем надеяться, что это произойдет скоро. Так что, да, нам от этого ничего плохого не станет, только будет красивое явление на небе. Так что чаще смотрите на небо. До новых встреч. Спасибо.